Ну что, собственно, вот и сам стрим Давайте его переведем, что не переведем Что просто посмотрим Вроде это, я прочитал в описании Это типа осмотр нового региона Поэтому Это реально что ли, осмотр? Да, нихуя себе, новый регион Ну давайте, Кирит Ангол Кирит Ангол точнее Это, блядь, перевал От севера, от Минас и Тиля Поэтому будет интересно Я думаю, так, блядь, как всегда они, блядь Задерживаются Сегодня мы будем говорить о Кирит Анголе В общем, поздоровался, вся хуйня Мы вам покажем его, в общем, все дела Пару вопросов, если хотите, задавайте То есть, пока он здесь сидит Все будет заебато, он ответит То есть, видимо, мы задавали вопросы Типа, нужно ли быть онлайн, чтобы играть в игру Типа, он говорит, что нет С прошлой недели, как он сказал Когда они стримили маркет У них несколько странных вопросов накопилось Поэтому Я думаю, нужно быть онлайн Чисто, чтобы вот эту крепость Захватывать и получать свой рейтинг Все, а так Ну, типа, игра, в общем, рассчитана на то, что ты будешь играть синглплеер, а не ебошить в мультиплеерные крепости Поэтому она забалансенная Ну, рассчитана, в общем, на охлань Ну, вот он говорит о мультиплеер, типа Ну, о сетевом подчинении, так сказать Люди рашат твои крепости Но там, по-моему, говорилось, что даже если они Они не могут захватить твоих капитанов И увезти их с собой Поэтому Это клево То есть, твоих бомжей только убить можно Вот, именно То есть, он говорит, что они могут только умереть То есть, даже если они его подчинят Он поможет им только на один раунд То есть, на вот этот А потом снова станет за тебя То есть, нельзя его убести с собой Нельзя пиздить чужих уроков Играйте в офлайн Все сбалансировано, блядь И все охуенно И вы не можете потерять своих уроков Пока При онлайн захватим Все, спасибо Иди пей чай Че у него за чашка такая прозрачная Пиздец, вы видите Это вообще Она, блядь, отображает задний фон Это типа фотошоп Все, ебашим в кири фангол Да, сейчас придет какой-то жирный хуй И почему-то здесь нет звука Это не у меня проблема Это проблема со стримом Это, короче, художественный директор Короче, он придумывал вот эти все локации Он придумывал, как их нарисовать И почему нет звука Звук есть Вот, короче, видимо у них утро И он еще не проснулся И забыл, короче, включить микрофон Все, они будут говорить, короче О новом регионе Вот он, в принципе, как он выглядит Ну, как он Вот сам арт этого директора То есть, когда он сдает проект Он дает арт И если директор, самый главный директор Главный директор их одобряет То они делают эту локацию Вот так должна была выглядеть Локация кири фангол По-моему, блядь, вышла довольно неплохо Ну, мне кажется Крепости, какие они что-то делают Создается туман Они на скалах Таких крутых скал, знаете Реально клево Это крепость вармонгеров Которая сзади На заднем фоне Это крепость вармонгеров Которая сзади На заднем фоне Я думаю, что Все начинается С initial ideas И концептические концепты Что мы пытаемся Визуально связать И от этого Мы делаем Реферанс Которая сзади И пытаемся Нарвить Что мы пытаемся Визуально Сделать Мы также Что мы поговорим Немного позже Они базируются На том, чтобы Все было визуально Красиво И они долго Раздумывали Над этим Проектом Над этой локацией Но он сейчас Наверное Пытается Как-то отмазаться Чтобы локация Выглядела Хорошо И были Их задачи Так сказать Всякие То есть Взаимодействие Со скалами Лазят по ним Прыгают Вся хуня Они нереально красиво Он говорит Так что они создали Этот концепт Как она должна Быет выглядеть То есть Так вот Мне кажется Он по-моему Говорит Что они Даже проводили 3D исследование На всяких скалах Чтобы подобрать Идеальный Материал Так сказать В кавычках Идеальную Текстурку Красиво Красиво Даже очень Я бы сказал Пиздец Красиво Ну блять И смотрите Такой графики Вполне достаточно Прошлой графики От игры Чтобы сделать Вот такое Великолепное продолжение Я не понимаю Кому не нравится Эта графика Ебать Они вышли Наверное Вот эти люди После эксклюзива Ну конечно После эксклюзива Sony Типа Horizon Или Блять Блять Uncharted Ну конечно Это красиво Блять Но Ребята Это же Совершенно Другой бюджет Это совершенно Другой жанр Ну Мне лично Хватает Я не понимаю Кому это Может не хватать Жирным блогерам Разве только Мы Попытаемся Попытаемся Думя Старпоин Да Мы долго думали Как начать Делать эту локацию То есть Чтобы Каждая Ну Чтобы Все ключевые Так сказать Текстурки Блять Места Этой локации Передавали тебе Все эмоции То есть Этмосферу Вся эта хуйня То есть Он хотел Воссоздать Совершенно Тот же Совершенно Ту же Локацию Что и в книгах И в картинках И в фильме То есть Это была его цель Да Он хочет поговорить Да О том Что он Идеально Воссоздал Крепости Из арта То есть То есть Это должна была быть Крепость В небесах Так сказать В кавычках То есть В облаках Чтобы ее не было видно И это по сути получилось Хотя на самом деле Не видно сзади Никаких облаков Но ебать Я думаю что Снизу Вот снизу Скалы Эту крепость Явно не захватить То есть Они не будут Лезть тросами Да Как-то По стене Он спросил Как мы высоко Мы блять Очень высоко Мы нереально высоко Это один из самых Высоких Пиков Вершин Так сказать На Средиземье То есть Идеальный сеттинг Который передает Атмосферу На Ритм То есть Типа Она говорит Залезьте повыше Чтобы блять Нас Чтобы минимизировать Количество уроков Которые будут Нас атаковать Потому что Мы так-то играем В живой геймплей Да Вот прямо сейчас Для вас Зрители Не ну красота Да Вот он и говорил Что она будет В облаках Она реально в облаках То есть Он говорит Здесь чувствуется Масштаб игры То есть Обзор То есть Как мы ее увеличили Всякая Цветастая Всякую Типа Гамму Гамму сделали Красиво Это типа Мордор И в этой локации Мы очень Базировались На геологии То есть Чтобы блять Я думаю Камни были Охуенно реалистичными Крутыми Агрессивными Ну на парочку Из них То есть На большинство Мне кажется Из них Было наложено 3D Обследование То есть Чтобы полностью Сделать этот камень Блять Намазанным Нутеллой Чтобы вы Просто Фапали на него Большой уровень Реализма Типа Большой уровень Реализма Типа Ну да Вот Он использовал Какую-то Фото 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 Термин Я точно Не смог Разобрать Но Короче Этот термин Означает То Что Они Использовали Очень много 3D Сканов То есть Каждых Пород Чтобы Сделать Эту Локацию Ну В реальном Мире Сканировали Камни Которые Реально Выглядят Охуенно Чтобы Перенести Их В игру Фото Какая-то Хуйня Можно Загуглить В нете В принципе По Описанию Можете Сделать Это Если Вам Интересно Они Сделали Типа Фотографию В самом Высоком Качестве Мы Использовали Даже Дронов Чтобы Сделать Охуенно Типа 3D Сканер Мы Сделали Дроны И Мы Сделали И Мы Сделали Это Как я Сделали Эту Резолюционную Фотографию Мы Сделали Эту Информацию И Мы Сделали В Эту 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 С Мы Мы Санализировали Всю Эту Информацию Добавили Это В Движок И И В Принципе Вот Это И Получилось Чтобы Сгенерировать Геометрию И Добавить Материалы В Модель Это Это Заняло Много Времени Но Теперь Природа Окружающая Среда Смотрится Просто Нереально Клево Добавили Они говорят, вот как это будет выглядеть, типа, в 60 fps, но они играют на самом высоком, по-моему, типа, с охуенным телеком, у которого частота 60, или сколько, блядь, он сказал, в общем, типа, это почти 4К, или 4К, я точно не разобрал. То есть, короче, ребята, для наших компов это не оно. Нереально жесткое разрешение. Ебать, скидывать их со скалы, это же так весело. Мы используем эту возможность и посмотрим все-таки на крепость. Как вы придумали эти всякие краны, вся хуйня? Элементы, которые будут описывать саму крепость, не крепость, а окружающую среду. То есть, видимо, каким-то образом катапульты, всякие краны описывают крепость на горе. Очень странно, может быть, типа, не понимаю, как это вообще она может описывать. Катери-катери-катери-катери-катери-катери. Ну так, все знают. Что-то говорят об уровнях, типа, что это нереальная хэг-левельная работа, которая добавляет некий контраст в игру, что, что, вообще, типа, вообще непонятно. А, то есть, блядь, это строения, которые были сгенерированы, я понял, вот эти краны, вся эта хуйня была сгенерирована, типа, на определенных уровнях. Что-то добавляйте комменты в чат, чтобы, блядь, вопросы, короче, тоже ваши, бросайте, мы, типа, ответим на них, вся хуйня. Ебать, типа, что кто-то пишет в чате, что нам нравится скал, и побольше скал, дайте две. И, типа, это, типа, очень саркастично смотрится. Много скал, верим, ну да. Много даже камней. Это, типа, племя терроров, да, и они хотят поговорить о концепции, то есть, как, вообще, было задумано это сделать. Ну, правда, это в снегу, но ничего страшного. То есть, для каждого племени, ну, естественно, нужно выглядеть уникально, чтобы, блядь, не путать их потом. Их не, их не, имя, то есть, террор, хорошо описывает то, что они делают. И хорошо описывает их вообще. Запугивают, празднуют их убийства, в общем, вся хуйня. То есть, он прочитал несколько книг, чтобы создать этот концепт, этого племени. Книга боли, блядь. Картинки, описания, то есть, по всему он просто собрал это все как пазл и, ну, и создал это племя. Концепт, точнее. Гляньте, наверху даже люди висят на шипах. То есть, оно относится к тому, что он себе задумал, оно относится и к тому, что они Грауга повесили. То есть, это тоже... Только как, я не понял, он прочитал то, что они Грауга повесили. Ну, ничего, это уже его, блядь, какие-то, может, добавления. Хотя, я же не участвовал в разработке игры, может, это и правда было. Вон, он наверху висит, на самом-самом-самом верхушке. Блядь, вообще. Как они его туда вообще, блядь, засунули? Это какими сильными... А, ну да, в игре 6, Аллахая. Чё-то я тупанул. А может, сам Саурон помогал строить эту крепость? То есть, мы знаем, что Грауга охуенно огромный. То есть, посмотрите на то, какой он маленький, то есть... То есть, этот мелкий, хотя мы знаем, что Грауги огромный. Может, он просто голодал или типа того. Может, просто из-за того, чтобы сделать его специально под крепость, то есть, чтобы он был повешен, я не знаю. Может, специальная какая-то моделька отдельная. Ну, вон мы, в принципе, видим, как он висит в сервине. Давай, типа, всем вокруг, зная, кто подходит к крепости, типа, ну, давайте, подходите, мы сделаем с вами тоже. Погнали в крепость, посмотрим поближе. Огромная крепость, гораздо больше, чем в Нурнане. То есть, эта локация, мне кажется, и будет базироваться на крепости. То есть, мы пришли с огромной открытой локации, и пришли в закрытую, более, ну, более оккупированную зону, которая, блядь, в принципе, одна крепость, как только я вижу. Ну, в принципе, я вижу одну крепость, поэтому, ну, я не знаю, а может, здесь есть и свободная зона. То есть, блядь, просто сделали отдельную локацию. Ну, блядь, ну, нормально, чё? Я считаю, нормально, но если бы все локации были, то есть, открытыми, да, а здесь, ну, я просто называю ее закрытой, потому что, ну, блядь, здесь особо не побегаешь из-за уроков, да? Хотя, мне-то похуй, но обзорщики будут делать именно так. То есть, будут сливаться, будут, блядь, ай, блядь, как же здесь пробежать! Это приводит людей в экстаз. Ну, да, ну, да. Ну, вот по этой балке можно залезть вверх. То есть, мы на очередном механизме, блядь, мы на верхушке, и вот мы, в принципе, можем смотреть, как... Какой масштаб, блядь, этой игры! То есть, они сейчас разговаривают о людях на шипах, или это не люди, типа, это очередная, типа, очередная подсказка, то, что этим управляют терроры, да? То есть, грауги прикручены к... ну, не прикручены, а закреплены к пытательному механизму, которые, типа, реально существовали. Ну, это переносит нас, типа, в реализм, да, очередной уровень реализма. То есть, мы просто сплагиатили с книжки. Ебать же он карабкается, это пиздец. О, он здесь будет выходить на балкон, и такой, типа, я захватил крепость. То есть, мы знали, что было до этого, что здесь сейчас, то есть, вообще всю историю о Средиземле или игры. Вау, нихуя себе, вот это колтяк, вот это высота. Счастливый грах, ну да. То есть, эти балки были, 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 были предложены нуменорским архитекторам. Ну, вот эти крюки, которые держат что-то. Там арена, походу, вон там, вот там, сзади. Здесь, типа, и нуменорцы, и гондорцы, и еще и терроры замешаны, да? Типа, в строении этой крепости, то есть, по разным временам, получается. Нихуя себе, там еще и пещеры есть. Вот отсюда, вон, в принципе, если вот это, вот это вот, урок, можно телепортируется, и все, и пробежать, считай, всю крепость. В частности, то есть, которые мы видим сейчас, это террористриб. И это реально одна из удивительных функций в том, знаете, или это флаги. В зависимости от того, кто играет в этом игре, в зависимости от того, что OVERLORD здесь вошло, то есть, типа, ну конечно, он говорит, что от OVERLORD вы будете посмотреть, как крепость будет меняться, и типа она все равно будет оставаться охуенной. Каждый из этих племен влияет на весь мир, типа на регион, может, что он хотел сказать. Мы можем посмотреть на его прыгающие скиллы. А что они говорили о красном небе? Ну, довольно красиво. И что-то он говорил, если у нас здесь мародерское племя, то мы там что-то получим. Счастливые случайности. Считаю, по случайности мы нашли вид получше, чем у нас был. То есть, если здесь будет племя мародеров, то здесь будет охуенное небо, блять, идеально чистое синее небо. Не понимаю, как они только его меняют. Более чистая атмосфера. То есть, блять, мародеры, блять, базируются на воровстве у других любых украшений, сокровищ. Ну да. То есть, предназначение, типа... Всего террора племени, это погрузить в мир, в кровь, типа... То есть, ну, уничтожать, в общем, ломать, это же их предназначение, и так понятно, да? Даже здесь кровь, да. Да, он прав. Что, типа, на постройках везде, на любых предметах может быть кровь. Ну, мне пытали грауга, и граук истёк кровью, затопил им крышу, блять. Надеюсь, соседи не пострадали. Давайте спрыгнем. Бу! Как он себе ноги не ломает, это пиздец. Это лифт, что ли? Как они? Они тренируются. Мир, типа, жив, ждет очередной раж крепости. Как они, ёпта, не слышат его? Он же, сука, сос... Боже, это пиздец, он между ними прополз. Он не упал почему-то. Ну, блять, если он сейчас его не заметил, то это будет просто пиздец. Не, заметили, на карте все зашевелились сразу и повернулись к нам лицом. У нас есть лифт? Вау! У нас есть лифт, который растет все вокруг этих здравоохранениях, и также, ты знаешь, все вокруг геологии. Это отличная вопрос, потому что, ты знаешь, мы вообще говорим об этом в деталях. Одна из того, что интересно, это... обрастает мохом, нихуя себе. Типа, реалистичный мир, вся хуйня, его взаимодействие с самим собой. Они даже, блять, все, 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 все. Это локации, типа, они просто идеально проработали, как они говорят, скалы. Камни всякие. То есть, работали, типа, очень долго над это. Полетел. Летают всякие, типа, летучие мыши, которые жрут камни, типа, и растут. Как они только растут, блять, это пиздец. Давайте посмотрим, типа, на пещеры, но мы не покажем вам всю локацию, не знаю почему. Еще поговорить о геологии, пиздец. Ух ты, какая у него хрень для водички, прикольная. Термос какой-то такой. О, это великолепно. Агрессивные осколки, типа, ну, не осколки, а, так сказать, выпоры со скалы, типа, что они смотрятся брутально. Если она упадет, эта скала, то все, вся крепость пойдет нах. Потому что, кстати, мы хотим поговорить об этом. Ага. И, перед тем, что мы поговорим об этом, давайте поговорим об этом. Давайте поговорим об этом, почему здесь есть интересный твер. Ты описывал ее как как-то моменты, которые люди получили. О, да. Да, да, да. Они описали эту крепость как крепость интереса, то есть, значит, это одна из самых, ну, типа, важных и интересных, ну, не то что интересных, а красивых точек в игре, которые желательно бы захватить, конечно, да поскорее. Ага. То есть, в этом охранном мире, в котором можно бегать везде, где хочешь, мы постарались воспринести его максимально приближенным к походу книг. То есть, каким-то шаблоном, ну, реально заданным, которые там были, видимо, или в книгах, или в фильмах, чтобы все было реально клево. О, да. И, в то же время, в мнении, в мнение, в насеме, это не так, что это, в этой стране. Это, конечно, это большая structure, который мы собираемся pesаться с тех пор, который мы собираемся посмотреть. То есть, вы знаете, это steel, эмитрий, который мы собираемся добавить в виде зубов. И, в общем-то даже, что мы собираемся добавим в виде зубов, что нам не нужно, чтобы�ать это не просто интересное. И, конечно, это предлагает вам эти красивые бизнесы, и вы можете посмотреть мир. Энди, можешь ли вы посмотрите на левую сторону? Я хочу посмотреть, если мы сможем получать более того, что на левую сторону. О, да, мы идем вниз, это продолжает твердить. Вау, скалы прям пиздец. Они сейчас разговаривают о окружающем среде, так что я это, в принципе, не перевожу. Они разговаривают о небесах, о скалах. То есть, это маленькая иконка, то, что мы называем хайдирами. Ну, по ходу управления, типа, как башенка. Восстановление. То есть, эта башня, в отличие от башни из первой части, то есть, как она называлась, башня из серебра, позволяет тебе не только, типа, просто спауниться на ней, но еще и смотреть на карту через нее, ну, при помощи глаза Саурона, то есть, на наличие всяких интересных предметов и локаций. Блядь, полтора месяца осталось, если я все правильно посчитал. Ну, я не считаю эти 10 дней в октябре, но осталось полтора ебаных месяца, блядь! Пиздец! Сколько уже можно, ну? Что происходит внутри этих пещер? То есть, здесь собирается армия Саурона, которая готовится к атакам. Здесь очень разная индустрия, здесь планируют войну, следующие ходы. Они становятся, типа, сильнее, здесь войска становятся сильнее, чтобы захватить Мина Ситиль. Ну, видимо, эти постройки, типа, нужны просто для развития цивилизации, ну, какой цивилиз... ну, в кавычках цивилизации уроков, которая будет захватывать это все дерьмо. Мой цель здесь был создать, как бы, вот, 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 вот. Ну, да, орки добывают материал со скалы, чтобы, видимо, ковать себе пушки, ну, блядь, пушки, вы поняли, мечи всякие, щиты, то есть, броню. Добывают ресурсы, короче. Пару людей спрашивают интересные вопросы, типа, можно ли вам, типа, его задам? Журобас! То есть, эти пещеры как-то относятся к гоблинам? Ну, в нашей игре нет гоблинов, поэтому здесь будут хулы и орки. Ну, вот, кольцовым, гоблинам-рилейт, но, когда мы сделали эти,Like, В,К passé, models, мы посмотрели на другую конца арт. А-а-а. Мы смотрели много много из изенгарта, то, чтобы сильно селл это, что сон для Сурон-ну, нон-стоп, в войне с урой. И, ну, ты, ты что-то интересное, что ты думаешь, что, например, в Толкинских не интересен, который, по-моему, в той же части, Он опять не перестает говорить о том, что войска Саурона, блять, хотят все захватить, и эта локация на этом и базируется, блять, бла-бла-бла. Атмосфера, летают всякие твари, куча всяких факелов, несут всякие материалы, чтобы вырубить Миноссетиль, блять, и захватить его к чертям. Веревки протянутые вниз, чтобы быстрее паркурить. В этом определенном районе мы взяли твари и партики, чтобы чувствовать, что есть вся эта активность, и это почти как индустрия лопает воздух. И, опять же, это концепт, создавая эмоции, создавая эмоциональную ответственность от наших игроков. Короче, расхваливают эту локацию жестко, типа, что она охуенно атмосферная, и чтобы... Она создана настолько охуенно, чтобы мы получали эмоциональные, типа, отзывы от игроков, вся хуйня. Но не именно они, а то есть, чтобы игроки получали охуенные чувства и, ну, каким-то образом создавали отзывы. То есть, охуенно пошутил, то есть, ведущий сказал, что иногда мы видим, как орки, типа, сами, блять, падают вниз, вся хуйня. Типа, как они становятся на мины и самоподрываются, и потом этот жеробат говорит, да, да, это, блять, самое безопасное место на земле. Типа, такая шутка. Я хотел бы сказать, что, когда мы смотрим на это, мы можем видеть немного инженуисти, но также такой уровень, как, эээ, славы. Да, абсолютно, это хороший вопрос. Я имею в виду, что орки интересны. Я думаю, что плохие орки получают плохую руку. Реально? Они получают плохую руку. Да, да, да. Потому что я думаю, что многие люди думают о них, как, 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 умные солдаты. Они не очень интеллигентны, и они не имеют личность, или ничего подобного. Но они вообще делают. И я думаю, что это одна из самых крутых вещей в Шадо-серии, что, вы знаете, потому что, как мы... А, типа, что мясо будет самоуничтожаться, то есть умные орки, ну, орки-бомжи, вот эти, которые, допустим, рабы, у них же нет мозгов, нет характера, немезис, да. У них нет какого-то персонажа, и поэтому они, блядь, просто ходят и самоубиваются иногда. Это очень круто. Типа, покажи нам еще тот кран, бегай, покажи. Как он, блядь, ну, вот как-то странно, он вбок отлетает, это из ассасина, вот просто из ассасина снято. Это когда ты, блядь, находишься на уступе снизу, и сверху тебя покрыта, ну, то есть крыша. И он-то как-то странно отпрыгивает назад и зацепается за верхнюю крышу. Как это получается? Как это получается? Даже балки, видите, балки какие-то стоят. Ну, то есть, реально продумано, то есть, чтобы пещера, типа, не обвалилась там под весом какого-то говна. Добывают какие-то ресурсы, прорывают, блядь, дорогу к лавам, булькает какая-то хуйня. Мне кажется, это лава. Ну, ведь что-то горячее, в любом случае, это какая-то хуйня. Если туда швырнуть у рука, было бы прикольно. Во-во, гляньте, тупо сгорает. Это лава, видимо. Как раз его и попросили скинуть туда пару орков. Пиздец, здесь можно охуенно разматывать у руков. Стоять одному просто и скидывать. То есть, даже ожоги некоторых орков, которые мы можем видеть на протяжении игры, могли бы быть получены здесь. Точнее, могли быть получены здесь. Видите, висит свет сверху, так прикольно, красиво, атмосферно. Ола-хай, сдалека. Правда. Я люблю это. Люди говорят, «Джоп в муд!» Или «Джоп в муд!» Или «Джоп в муд!» Или «Джоп в муд!» То есть, самое первое и самое важное дело, мы должны сжечь нахуй этого урока. А потом мы будем разговаривать о стриме. Он сгорит и сдохнет, перегниет со временем. Пузырьки булькаются. У нас есть, в принципе, еще десять минут, поэтому мы поотвечаем на вопросы. Классная футболка, да-да, я знаю. Спасите уроков! Нет, они этого не заслужили. Какой тупой вопрос, какой-то да он вообще спросил, насколько важны концепты арты при создании дизайна. А как ты, блядь, допустим, создашь чай, не зная как его делать? Или, блядь, нарисуешь рисунок, не зная что рисовать? Это пиздец, ну, не знаю, это ебать какой тупой вопрос. Ну, конечно, очень важно, ведь, блядь, по этому концепту арту ты создаешь дизайн самой локации. То есть, ты должен представлять, ты должен видеть, что ты будешь рисовать. То есть, команде понравилось, блядь, рисовать и быть частью всего этого. На ранних стадиях у нас не было ничего, даже не было от чего отталкиваться, чтобы все создавать. И так далее. И так далее. Мне кажется, ведущему не совсем интересно его слушать, потому что мне не интересно его слушать. Я смотрю просто, что делает ведущий. Он скучно рассказывает. Мне интересно вот эти интервью совершенно. Мне похуй вообще, как создавались эти локации и что в нем важно. Я сам могу посмотреть, блядь, что в ней хорошего, а что в ней плохого. И, ну, ну, за хуя, ну, на хуя это сделано. Вот лучше бы она побегала и попиздила здесь бомжей. Или просто посмотрела на локацию сама, без вот этих вставок стрима, разговоров. Пещера выглядит как рот, который сожрет крепость. Что? Иногда у нас есть идеи, которые хорошо звучат на бумаге, но в итоге это говно. То есть я начинал с иллюстрации заднего фона, блядь, и вот теперь я охуенный директор. Можем мы купить арты, пожалуйста, я хочу картинку. Ты можешь купить где-то арты, да. Пользовательские магазины. Собственно, это итак. Концепт арт, да, я все равно, verso ясный. Я думаю, в концепт арт и чтении, во все, что-то есть люди, которые обещают, которые стоят из конца, которые они заезжают об силу. И Sex pavement, да. или фильмы, или, может быть, это за Мастик Гаттери. В это время, что-то интересное. Очень интересные, старая интересные дипломы. Типа отмазался, что ему интересно. То есть можно будет купить концепт арпты, видимо, в каких-то магазинах забегайловках, которые будут где-то барыжить этим дерьмом. Ну, типа постеры себе в стену, в комнату повесить, да, на стену. Ну да, конечно, нарисовать крепость, чтобы потом перенести ее в игру. Во-первых, нужно представлять, что ты будешь рисовать и как ты его будешь рисовать. То есть текстурки, то есть не сами текстурки, а как ты будешь изображать это на бумаге. То есть какие будут здания, как это будет выглядеть, на каком фундаменте оно будет стоять. Это все? Достаточно много работы. Иногда бывает, говорит, две локации, несколько локаций смешиваются в одну. Ну, к примеру, как у Нурнен, да, лес и сама крепость. Тратим месяца, чтобы создавать концепт арты, а потом уже, блядь, делаем по ним саму работу. Геологию и саму землю, то есть поверхность. Все это делали архитекторы, блядь, и архитекторы, мне кажется, заебались. Делать разные варианты для разных регионов. Какие-то две команды соединялись, типа, чтобы придумать, как геймплей будет проходить, то есть где он будет проходить. Где будут самые важные части истории, чтобы было красивее и эпичнее. У нас есть карагоры, грауки, на которых ты можешь сесть и пробежать мимо всего этого дерьма. То есть, ну, я это уже объяснял, то есть у нас есть концепт, и потом они думают, как мы будем рисовать его, то есть и собственно рисуют. Может быть, нам нужны какие-то специальные локации, может быть, нам элементы там, типа, так сказать, в кавычках фотошопа. Типа проверочная зона, как это будет выглядеть, пробегутся, да и все. Ну, то есть, они добавляют какой-то элемент, допустим, рассвет, да, добавляют его в игру, запускают, пробегают, смотрят. Везде ли он работает, везде ли он нужен, везде ли он чувствуется хорошо, то есть добавляет ли он какую-то атмосферу. Кто-то ему сказал, что он волосатый аллахай, короче, который был в каком-то из видео. Какая ответственность лежит на директоре, ну, директоре, так сказать, изображении директоре, блядь, граффической части игры? Мне кажется, он выбирает, то есть что-то, может, советует, может, что-то требует, то есть... Я работаю с полной командой. Работаем над визуальными стилями, над обзорами. Ну, обычно я просто беру концепты арты, типа, блядь, типа, требую работать по ним. Типа, директор работает с разными студиями, то есть чтобы получить от всех какую-то идею, видимо, и потом... Со всеми командами. А зачем ему работать с командами характеров, уроков интересных? В общем, со всем работает он. Как он объяснил, он работает вообще со всеми командами. Типа, чтобы было все соединено между собой, видимо. Чтобы все имело смысл и не возникало вопросов. Типа, мы можем опираться на многое, так как теперь у нас есть вариативность. Чтобы, типа, обзоры... Ну, как объяснить обзоры? Образы, чтобы они были правдивыми тому, что мы делаем в игре. У нас есть Shadow of Wordor, а теперь Shadow of War, это сиквел, и мы просто строим этот универс. Это фантастико. Это, я думаю, очень хороший способ, чтобы закончить. Так что, ребята, спасибо за эти вопросы. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо за ваши вопросы. В общем, спасибо, спасибо тебе за то, что ты пришел, Фил Страуб. Страуб, ебать у тебя, конечно, и фамилия. Хотя Robago тоже не очень, да? Но Jared прикольно, но Robago, это ебать. В общем, как-то так прошел стрим. Ну, по мне, как это не очень интересно, так как я не хочу слышать, как создавались те локации, что было в них замешано. Для меня выглядит все круто, и если я увижу своими глазами, то есть я уже сам решу, да, круто это говно или нет, или как-то невероятно там вся хуйня. В общем, это все нужно смотреть своими глазами, я думаю, не совсем интересно слушать это все, как это все создавалось. То есть это и так понятно, я думаю, это только для детей, то есть там рассказывается, видимо. И так понятно, то есть какая работа была проделана, это все, блядь, не за день сделано, не склеено, то есть не Ctrl-C, Ctrl-V, как делает Call of Duty. То есть, ну, примерно как-то так. В общем, спасибо вам за просмотры, надеюсь, вам, в принципе, понравилось. Ну, спасибо за ваше внимание. В принципе, давайте я сейчас, пока не закончил видео, прочекаю, есть ли что-то еще новое. Прямо поставлю на паузу. Мне нравится, как работает эта урода на Ютубе, пиздец, типа, новый эксклюзивный геймплей, блядь, Shadow of War 33 минуты, а ты заходишь, а там стрим, блядь, или вырезано, то есть часть пиздежа, и типа, как они бегают по Киритон Голу. Сейчас весь Ютуб кишит этим говном, и за сегодня выпало, ну, за сегодня, на данный момент, за весь день выпало только вот это Киритон Гол, Киритон Гол, Киритон Гол, да заебали вы, уроды. Кто-то до сих пор делает видео про самый-самый-самый-самый-самый первый геймплей официальный, в тот 16 минут, блядь, который у меня самое первое видео на Ютубе, это просто пиздец, я охуеваю, люди, вы что делаете, просто... В общем, не знаю, если что-то интересное еще выпустят, ну, я залью, конечно, как я обычно делаю, но лучше бы на самом деле был геймплей живой и без пиздежа, чтобы что-то делали они, потому что я не хочу слушать, как это все создавалось. Все, это лично мое мнение, я ливаю, я сливаюсь, будем, надеюсь, блядь, Ютуб меня не прокидает в 3 часа загрузки, в общем, посмотрим. Удачи всем!